Всем привет, с вами Жора, и я приношу свои извинения за то, что меня так давно не было на ютубе, за то, что я не снимал видео. Но то были свои причины, например, я год адаптировался в колледже, потом у меня появились новые хобби, да и вообще, самая главная, самая главная штука, это лень всеобъемлющая меня поглотила, и поэтому я чуть обленился. Но ничего, сегодня я обрадую вас, мои подписчики, дорогие этим видео, но если ты еще не мой подписчик, то обязательно подписывайся и жми лайк. И мои подписчики, жмите лайк. Поехали. Сегодня речь пойдет о такой щепетильной теме, как заикание. Сейчас очень много, очень много людей, кто меня знает, по видео, по видео, подумают, Шора, ты что заикаешь? Ты заикался? Что, серьезно? Я такой, да, я заикался, и очень сильно. Если посмотреть мои ролики, несколько лет назад, которые я снимал, то там заикания нету. Почему? Потому что монтаж, монтаж делает все, склейки. Если обратите внимание, у меня там очень много склеек в старых видео, потому что я всем... Так, заново надо снять. Всем привет. Опять не получается, заикаюсь. Всем привет, вот. Так что монтаж, дело хорошее. Вот. Ну и сколько я уже вот не обрезал видео, речь у меня хорошая. Надеюсь. Себя не похвалишь? Никто не похвалит. Перед тем, как снимать это видео и писать сценарий, я очень долго думал, «А нужно ли выносить информацию обо мне на всеобщее обозрение?» Типа, это же я свою жизнь вот так вот показываю на ладонях. И было много негативных мыслей, типа, не надо мне, не надо такое снимать. Пришел к тому выводу, что надо такое снимать. Надо, ребята. Потому что я не единственный человек, который заикался. По секрету хочу сказать, что я еще чуть-чуть заикаюсь. Но это уже не то, что было пару лет назад. Не единственный человек я, который заикается. И поэтому хочу поделиться с вами своей историей, как я перестал заикаться. Какие шаги предпринимал. И надеюсь, моя история тебе чем-то поможет, если ты заикаешься. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Но поехали! Моя история. Разговаривать я научился примерно в год. А в полтора уже мог вести лекции прям при полном зале. Ну, короче, уже очень хорошо разговаривал в полтора года. Мог связанно составлять предложения, связанные и общаться. Заикаться начал примерно в два-три года. Но родители этого не замечали. И, как я сейчас думаю, списывали на мой возраст. Типа, ребенок только учится говорить, только осваивает язык. И запинки всякие и заикание, это вполне нормально, как я сейчас думаю. Ну, потому что ребенок маленький, где-то может запнуться, заикнуться. Типа, норм. Оказалось, нет. В полтора года уже хорошо общался. А в два-три года начались проблемы с речью. Мама заметила это только к четырем годам. Когда мне стало стукнуло четыре года, мама обратилась к логопеду. И буквально, как мама заметила мое заикание, через день или через неделю, в течение недели, я стал ходить к логопеду. Естественно, мне не помог логопед, как и всем заикающимся людям. Ну, большинству. Потому что, ну, логопед это просто трубочку, так сделай, типа, делай трубочку. Что там еще? Переворачиваю язык на 180 градусов. Ну, типа, такие упражнения. Ну, в общем-то, мне логопед не помог. В период с четырех до пятнадцати лет я буквально вообще все методы испробовал, чтобы избавиться от заикания. Что только не было. Ребята, серьезно, чего только со мной не было. Меня водили гадалки. Она мне тут яйцом водила, короче, по голове, потом его разбила, а там нитка черная оказалась. Это, наверное, типа, духи. Какие-то черные духи. На самом деле яйцо протыкается, так, и кладется нитка туда черная, и потом, типа, о, черная нитка. Короче, водили меня к гадалкам. Не к одной, а, ну, много гадалок было, которые выводили с меня порчу, там, вся эта фигня. Потом я поменял несколько логопедов. Реально, логопеда три точно у меня в жизни было. Не помогает. Я ездил к психотерапевту за 300 километров. Я живу в Краснодаре, ездил в Сочи. Специально к психотерапевту, чтобы он вел меня в гипноз. Типа, вот такая вот штука. В гипноз меня водили, но, опять же, нифига не помогает. Гипноз. Что за гипноз? Вообще меня водили. Но это полный, короче, разводняк. Доктор говорит, встань так вот ровно. Я такой, ну, встал, окей. Он говорит, руки, ну, по, вот так вот, по ширине плеч, или как, ну, вот так. Встань вот так вот, окей. Встал. Он ко мне подходит, напротив меня становится, и руки мои с двух сторон прижимают. Вот так вот прижимает. И говорит, на разводе руки, вот так вот, разводи со всей силы. Ну, окей. Надеюсь, вы понимаете, что происходит, да? Он впереди меня стоит. Давайте вот так, чтобы было удобно. Вот я вот так вот. Он мне руки сжимает, и я тяну в разные стороны. Он говорит, тяни, 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 тяни. Вот он говорит, расслабься. Руки мне отпускает. Я с закрытыми глазами. Руки мне отпускает и говорит, сейчас твои руки поднимутся. И реально, короче, у меня руки стали подниматься, но вы этот эксперимент можете проделать у себя дома. У вас тоже будут руки подниматься, но не от того, что вас ввели в гипноз, а потому что что-то с мышцами происходит, короче, у человека, и он, ну, и руки поднимаются. Я тогда думаю, офигеть, меня в гипноз ввели, сейчас от заика не излечусь. Фигня собачья. Короче, не помогло мне. Было всё. Было всё буквально. И гадалки, и логопеды, и психотерапевты, и гипноз, и там несколько ещё всяких, короче, ну, не помогало мне ничего из этого. Вообще ноль. Заикание моё обострилось ближе к восьмому классу. Это просто был самый пик моего заикания. Я буквально не мог даже слово сказать, которое я хотел. Мне сложно давали слова на букву С, Ж, Д и К. Я придумал для себя лайфхак такой, чтобы не говорить эти слова сложные. Я тогда их считал сложные слова, например, кисточка. Чтобы не сказать слово кисточка, но это вообще... И вот так вот я, короче, кисточка. И то. Я делал вот так вот. Пока меня кто-то не остановит, я делаю... И сказать, да остановись ты, ёб... Остановись, скажи нормально, кисточка. И когда я слышал слово кисточка, я такой, кисточка. А сам не могу сказать слово. Ну так вот, я придумал лайфхак. Чтобы не произносить эти сложные слова в предложении или не начинать предложение с этих слов, я придумывал к ним синонимы. Слова-синонимы, которые, ну, более-менее так... похожи. И если их вставить так, вместо какого-то слова сложного, то контекст не поменяется. В принципе, смысл останется тот же. Но, блин, короче, то, что я хотел сказать, да, то, что у меня было в голове предложение сложное, и то, что я говорил, это совершенно два разных предложения. И я выглядел, как, знаете, какой-то иностранец. Как иностранец, потому что я говорил как-то не по-русски. Вместо того, чтобы сказать по-нормальному, да, предложение, я мог слова поменять местами, чтобы мне легче было сказать, да, и получалось такое, как будто я не знаю грамматику русскую. Короче, очень сложно всё было и неприкольно. Самые стрессовые ситуации у меня были в школе. На тех предметах, когда нужно было рассказывать, например, стихотворение выученное, или когда нужно было выступать со своим докладом или с выученной темой. Короче, стрессовые ситуации у меня были в школе, когда нужно было выступать перед классом, окей, перед аудиторией. В это время у меня потел лоб. Просто сильно, очень сильно било сердце. 120 ударов в секунду, наверное. Потели ладони. Тряслись чуть-чуть руки. Чуть-чуть тряслись руки. И спина. Она просто, я не знаю, можно было в пятилитровую баклаху набрать воды за одно моё выступление со стихом. То есть реально очень сильно потела спина. Не понимаю, что это было, но вот такие ощущения я испытывал. Как будто меня, знаете, поместили в тело, не в моё. Если я так неудобно чувствовал, были скованные движения какие-то. Ну, не очень. Короче, по тем временам я не скучаю вообще. Ну, естественно, в такие моменты надо мной смеялись одноклассники, потому что заикается. Вот. Я, естественно, на это обращал внимание. Мне было очень неприятно. Ну, а что я мог поделать? Только спустя года, когда я в школе учился, я понял, что моя самая главная ошибка была в том, что я не был сосредоточен на выступлении. Я был сосредоточен на том, что обо мне подумают, о том, что надо мной смеются. Это была, конечно, главная ошибка. Но сейчас мне вообще все равно, что обо мне там думают, что я заикнулся. Ну, заикнулся, это же в прошлом было. Типа, ну, какая разница? Ну, для меня уже без разницы, кто обо мне что думает, особенно про мое заикание. Ну, блин, это моя особенность такая, да? Типа, все. Вообще по барабану. В 15 лет, когда был мой пик заикания, я начал смотреть разные видео в YouTube, обучалке «Как избавиться от заикания», начал читать статьи, книжки. И где-то я услышал фразу, которая просто с ног на голову меня перевернула и озарила. Фраза эта была такая, что «Заикание — это не болезнь». «Заикание — это не болезнь». Я такой «Е-мое!» «Заикание...» А я-то думал, что я какой-то больной, что у меня какое-то отклонение в речи, что я больше не смогу по-нормальному разговаривать. Ну, вообще жесть. А когда я услышал, что «Заикание — это не болезнь», у меня такая «Эрор», «Ошибка». Ошибка. Компьютер поломался просто. Что, как это? «Заикание — не болезнь». Доктора все говорят, «Это болезнь, что-то с нервами связано». И тут «Заикание — не болезнь». Ну, просто, как бы... Вот. Это стало отправной точкой моего излечения. Можно так сказать. Если раньше я боялся подойти, блин, в Макдональдсе сказать, можно мне чизбургер и Кока-Колу и картошку фри, пожалуйста. Вообще боялся. Очень боялся. Просто подойти и сказать, блин, дайте мне картошку фри, понимаете. После этого момента серьезно, как будто меня что-то ударило, как поджопник, дала мне, типа, иди разговаривай, иди ищи общение, иди и общайся. В общем, как я к этому пришел, как я пришел к такой речи, к манере общения без заикания. Рассказываю. Первое. Я начал заниматься спортом. Усиленно спортом заниматься начал я. Я записался на бокс, походил время несколько месяцев, потом на кикбоксинг походил несколько месяцев и потом на смешанные единоборства около месяца походил. Это придало мне уверенности в себе и я очень благодарен своим тренерам, которые меня обучали боксу, кикбоксингу и смешанным единоборством. Это придало мне уверенности в себе. Но даже бросив, да, единоборство, я не перестал заниматься спортом. Сейчас я, например, у меня появилось вот новое увлечение. Я прыгаю на скакалке, катаюсь на роликах, отжимаюсь, тренируюсь. Сейчас это вроде как называется кроссфит, да, кроссфит. Ну, хотя там чуть другие нагрузки, но неважно. Спортом я занимаюсь все равно. Домашним, своим, физкультурным. Пункт номер два. Я начал искать общения буквально везде. У меня парк, значит, есть неподалеку и год назад там проводились тренировки по кроссфиту. А это такая физкультура, такая жесткая. Ну, если так, по-простенькому описать. И один раз в неделю там проводились тренировки по воскресеньям в 10 утра, как сейчас вспомню, вообще классно. И, в общем, как-то раз я гулял по парку, вот чуть-чуть заикнулся, видите, заикаюсь чуть-чуть. Как-то раз гулял по парку и наткнулся на объявление бесплатной кроссфит-тренировки ля-ля-ля в парке в 10 утра по воскресеньям. Думаю, блин, надо записаться, пойти там что-то посмотреть, как-то познакомиться, пообщаться. Я аж пошел на кроссфит-тренировку. Много с кем познакомился, не со всеми, но много с кем. Завел общение и начал и тренироваться, и общаться, и смеяться. А там я один мелкий был, там в 7 лет по 20, по 30 даже было, там некоторым по 40, там 2 человека, может, по 40 лет. Общение. Искал везде общение. Это ключ номер 2. Третий ключ – это съемка видео на YouTube. Очень помогла мне прокачать свой скилл в общении, серьезно, прям, камера. Спасибо большое тебе. Как можно использовать это упражнение, да, так сказать? Смотрите. На улице, к примеру, плохая погода. Дома никого нету, родители уехали на работу, сестра там с подружками где-то гуляет. Ну, к примеру. И ты остался один дома. Как можно использовать это время? Ставишь камеру перед собой и просто разговариваешь. Я... Та буквально пару месяцев назад практиковал это упражнение, просто ставил камеру, засекал 10 минут на секундомере. И все. И общался 10 минут просто, что придет в голову, никуда это не выкладывая. Советую тебе практиковать это упражнение там один раз в день. Ты будешь замечать, как твоя речь поднимается, становится лучше. И вообще, общение с камерой это тема очень классная. И опять же, если ты хотел стать блогером, например, но стесняешься из-за своего заикания, сначала общайся просто на камеру, снимай себя и отслеживай свой результат. Потом можешь выкладывать видео на YouTube. К примеру, как ты избавлялся от заикания, и постепенно выкладывать видео свои, типа, как заикался и как перестал заикаться. Можно такую идейку я подкинул. Вот. Поэтому съемка видео и практика на камеру, так, общение очень сильно мне дало. Я очень вообще благодарен YouTube, что такое есть, видеоблогерство очень повышает твой скилл в общении. Ну и последний, четвертый совет от меня. Первое время говори по слогам. Первое время я говорил по слогам, когда вот в 15 лет только начал исправлять свою речь. Только в 15 лет начал исправлять речь свою сам, самостоятельно, понимаете? Говорил по слогам. Например, вместо слова... Так, если я подготовил тут сценарий, да? Например, вместо слова йогурт, да? Вот. Нормальные люди говорят йогурт. А я не мог сказать йогурт. У меня получалось... Я говорил йогурт. 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 По слогам я говорил. Было смешно. Да, да, было смешно. Я не отрицаю. Но этот метод реально помогал. Поэтому говори по слогам. Офигенная штука. Вот так я поборол заикание. И то оно у меня иногда чуть выскакивает, но это уже не то, что было пару лет назад. Надеюсь, тебе понравились мои советы. Применяй их на практике. Я надеюсь, у тебя все получится. Если я тебе помог, да? Если мои советы тебе понравились, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я тебя жду. Подписывайся, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с тобой увижусь в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok